всем привет с вами crazy stalker и вы все в курсе что вышел новый трейлер от компании gc геймплейный трейлер называется типа иди ко мне сердце чернобыля и перед тем я хотел бы вообще-то разобрать этот трейлер кое-что вам показать и перед тем как мы начнем разбор посмотрите трейлер на русском языке но перед этим хочу кое-что сказать чтобы вы поняли одну вещь григорович руководитель компании gc несмотря на его политический взгляд это как он поступил с нами русскими фанатами он прежде всего бизнесмен это конечно глупый поступок с его стороны но ему же нужно отбить бабло который он потратил на разработку stalker 2 и у него есть обязанности там перед microsoft может еще там перед кем уж не в курсе я пообщался тут с некоторыми людьми которые уже работают с unreal engine 5 посмотрел разборы некоторых ютуберов и почитал комменты под их видео как на youtube и джейси так и других блогеров мнение конечно разные упоротые в жопу целуют и хвалят видос говорят мол это шедевр но если те кто пытается обосрать stalker 2 но если те кто сравнивает этот трейлер и stalker 2 например с торговым метро и кого в дьюти скорость она что сама по себе просто бредово ну а мамкины эксперты не увидели например трейлеры вообще теней в них хреновые текстуры блять на уровне там пятнадцатого шестнадцатого года они увидели там спиженное оружие анимации старкова ну и остальное подобный бред давайте посмотрим на трейлер на русском языке и потом врубив фильтры посмотрим то что мы не увидели и я выскажу свое личное мнение об этом трейлере и о том какой же будет stalker 2 всем приятного просмотра посмотрим видос на русском и потом начнем разбор иди ко мне после многих лет работы группа ученых наконец смогла подключиться так на сфере информационному полю земли это событие сравнимое разве что с покорением космоса не хочешь чтобы пострадали невиновные тогда помоги найти виноватого а ты блять кто такой и что мы имеем десятилетия спустя зону по образу и подобию мое люди до сих пор лежат там а я их даже похоронить не могу погиб в аномалии расстрелян вольными найден с камнем на шее сброшен с обрыва разорван псами нельзя убить бога также как нельзя убить небо над нашей головой я слепой а не видишь именно ты так ну что давайте теперь разглянем сам трек и посмотрим что мы тут и не увидели я тут накинул несколько фильтров должно быть немножко получше видно итак первая сцена давайте чуть прокрутим ее поднимается какой-то чувак судя по снаряги снаряга похода похоже на монолитом сам сейчас назад вернем а что вот это за персонажи но непонятно то ли это обычные вольные сталкеры либо еще кто-то чем непонятно пока валяется оружие дробовик он чуваком автомат так идем дальше давайте тут этот монолита из толкает 1 кидает на пол 2 подходит судя по всему это либо к сцена непонятно и не видно глаз конечно но я так подозреваю что скорее всего учитывая вот это вот и вот этот вот прибор который тут установил установка какая-то скорее всего что эта сцена где именно монолитовец кому-то заехал порыву на ой дальше у нас идет заставка stalker 2 сердце чернобыля так следующая сцена какая-то заброшка развалины наверху у нас какая-то аномалия и здесь внизу аномалия очень смахивает на аномалию холодец что ли скорее всего так следующая сцена какая-то непонятная установка скорее всего что это именно та установка который говорил чувак говорит чувак при помощи которой ему удалось соединиться с с ноосферой пульт управления ноосферой это я уже такое и видел так вернее ладно не буду а вариде гену такое мы когда-то придумали следующая сцена стоит какой-то дед на колесах на коленях на колесах и скорее всего что комнате у него какое-то медицинское оборудование скорее всего и учитывая то что вот тут у нас с правой стороны мы видим клетки в двухъярусной две собаки возможно это болотный доктор хотя кто его знает ладно идем дальше стул старая табуретка с кухни ведро куча каких-то пузырьков и и валяются какие-то персонажи судя по снаряде возможно это я так думаю типа свободы наверно по камуфляжу если думать все в крови так следующее цена здесь скорее всего что главный персонаж то есть это у нас кип активирует какую-то установку ставит устанавливает на ней время и и это установка у нас издает какое-то электрическое поле так и где-то это поле непонятно стоит он сзади установки мы выйдем башню сторожевую справа он стоит это по моему у нас зил старенький похоже на то что за установка но это скорее все та установка которую если в машине наверно прошлом ролике джесси здесь по ходу разборке с бандитами то ли с вартой скорее всего это какой-то дом то ли многоэтажка то ли непонятно так дальше приемника в вот это что на столе стоит не знаю а стоп то похоже на маленький телевизор что ли следующей сцены мы видим летит вертолет то есть авиация здесь присутствует заменитая заменитый бункер который нам показали совсем недавно две секунды что мы выдавали и здесь такая вот интересная аномалия вон тут проем вот она где мы видели эту аномалию только с другой стороны со стороны вот этого пролома в бункере и походу что это какая-то архи аномалия учитывая что идут у нее кита лучи вверху мне понятно что за аномалия а следующие сцены чувак говорит который стоит справа типа там должен мне помочь чтобы найти короче виноватого что вот это за персонаж в турецком свитере я не знаю стоят короче два чувака один с автоматом походу другой стоит с пистолетом короче на соленом по моему банка огурцов бокал пива это скорее всего картошка с курицей наверно чем не понятно короче люди тут сидели отдыхали бухали где это что это откуда это чем тоже не понятно но походу что это какой-то частный дом так двигаем дальше лампа горит в чем лепезричество присутствует так ну и вот костер именно та знаменитая сцена скорее всего что это деревне новичков где мы раньше трейлере видели скифа первом трейлере так здесь у нас непонятная территория по ходу какое-то здание промышленное непромышленное живое нежилое стоят разбитые машины какой-то чувак он непонятно в темноте так а здесь у нас то ли чувак мелкого роста но вот это вот машина это по ходу запорожец или чувак низкого роста и я не понимаю почему так вон вертолет еще сзади что за территория свалка это не с упал ко всем и непонятно короче так идем дальше заходим какую-то комнату здесь он видим то скорее всего что-то типа насоса генератора не понятно это стоит баллон телевизор старенький на железном ящике не скиф заходит в дверь в руках у него пистолет и здесь бухой чувак говорит а ты кто такой да и здесь мы видим с правой стороны висит у них какая-то схема занятости занятости антенн операторная 1 операторная 2 установки называется циклон и чувак тоже по ходу как он то турецком свитере буханкой хлеба в руках стол за которым он работает скорее всего что наверное это техник наверное учитывая что у него там стоит лежит куча деталей причем детали из каких-то непонятных электросхем или это снято было самой рлс туган общем непонятно вот этот вот ящик вот это вот похоже на дозиметрический прибор сзади какая-то щитовая здесь тоже ящики чем непонятно там скорее всего комната где он отдыхает видно скорее всего что это диван где чувак этот спит скорее всего что это какой-то техник электрончик в общем что-то типа такого что за типа зота а может быть это и азот 100 его знает но вряд ли наверно так ну двигаемся дальше ну это скорее всего у нас тут депо связка обоймы как обычно это делают в вооруженных конфликтах и здесь скип воюет скорее всего с бандосами то ли сварта и он лежит убитый то ли военный то ли сталкер это скорее всего варта и бабац скип выстреливают ему в голову щитовая здесь наверху где мы поднимаемся в общем опять мы видим этого деда тоже какая-то комната одна из тех которых наверно не знаю бункер то не бункер вот этот ящик вообще не понятно что то есть то похоже на какой-то я не знаю какой-то прибор то это сциллографы не осциллографы ночью какие-то измерительные какой-то измерительный прибор баллон газовый щитовая так двигаемся дальше так ну это очень похож на болотного дед на болотного доктора так что у нас там дальше здесь рлс дуга конечно я шарит фильтр наложил тут все осветлено здесь мы не увидим ну тут короче вид у нас на на самой рлс дуга так скорее всего что наверное это какой-то городской район может быть при 5 может еще какой-то здесь скиф воюет с собаками очень любопытно что это очень скорее всего возможно что это припять потому что вот это вот очень похоже на девятиэтажные дома где-то скифа ранили и он вводит себе не ектор лестница счетчик стоит старый здесь бушилат какой-то а это скорее всего гараж потому что вот я на куда заняли раньше машины что посмотреть днище машины так скиф бежит дальше так это нашу тут это у нас стоит камаз так тоже здание гаражи справа скорее всего что это телефонная будка и написано советский то ли район то ли общему непонятно ладно здесь встречает выскакивает чувак короче опять перестрелка 5 наверно в артали кто там еще ну непонятно возможно даже это свет игра этот у него компесом может быть монолита весну непонятно короче так а здесь у нас это непонятно то ли это катсцена то ли главный герой у нас наблюдают эту картину вот это вот непонятно кто уже наверно скорее всего какой-то лидер группировки то ли еще кто-то стоит это у нас ученый то ли врач и чувак у нас с капельницей медицинские приборы кровать где он лежит общем какой-то мест учреждения то ли что это непонятно больничка говорит мои люди остались еще там так двигаемся дальше здесь походу какая-то лаборатория выскакивает кровосос опять коридор он лежит мертвые мертвое тело тоже куча крови опять какие-то осциллографы непонятные какие-то приборы контейнер мы возможно где мы видели в зовой припяти куда короче выслаживали артефакты общем но непонятно какой-то пульт наблюдением с мониторами воздушная вентиляция на походу короче мы отсюда сверяли первый раз кровососа возможно может быть это здесь был этот чувак и на него напал кровосос и он его короче захавал главный герой по ходу короче наверно завалил одного из колососа опять идем по лаборатория короче какое-то здание здесь опять видим стол с компьютером старым какие-то счетчики какие-то стеллажи ладно вот интересно схем тоже место вот чувак у нас лежит мертвое тело и вы тут ничего не видите да но обратите внимание на вот эту вот тень где крестиком вожу теперь смотрите внимательно раз два три три и тут появляется у нас кровосос который оббегает у нас валяющийся стеллаж поворачивать налево и бежит главному герою скифу скиф него попадает и вот он еще один трясти кровосос делает прыжок конечно движение то все размазано но кровосос тот же самый по ходу также классно сделан к за которого мы видели еще первом трейлере так здесь у нас вертолет и по ходу здесь он возле вертолета отдыхает какой-то чувак скорее всего что военные наверно потому что когда скиф заходит вертолет мы здесь видим лежат военные почему военные потому что мы видим он надпись лейтенант воробьев и мы видим инвентарь то есть получается лентарь самого скифа а это получается рюкзак наверно военно что у него лежала на в рюкзаке на инвентарь новая валюта купоны вроде как должны быть понятно сейчас на украине гривна но купоны были до этого и двигаемся дальше так гп-37 сразу выведена цена у нас 556 это натовское оружие стоит он 26 тысяч купонов у нас сразу тут выведены параметры оружия двигаемся дальше прочего забирает этот автомат и следующие цены сцене мы попадаем какой-то провал земле то ли это пещера общем непонятно что скорее всего это какая-то песчано-глиняная короче пещера чуть похоже которая ну не похоже ну я так называю на затоне аномалия жарко но самое интересное другое мы то не увидели но в этой жарке вот обратите внимание видите ноги то есть то ли это снорк скорее всего что это валяется короче дохлый снорк сюда в пещеру или в этот провал у нас провалился трактор непонятно давайте посмотрим ближе жарки непонятно что за тело вот это вот что вот это затем но это явно ноги и короче и половина половина туловища так вот нормально видно то есть ноги слишком худые непонятно что это то ли этот stalker то ли это я так подну я так думаю что это у нас снорк ладно давайте проходим и мимо видим трактор и следующая сцена у нас непонятным чуваком который сидит и рассказывает нам кого-то повесился кто-то там с пылу с кирпичом что-то там такое и вот интересная деталь которую мы видели в зое припяти на заводе юпитер одном из модов там даже надо было и перенести чем ну непонятно короче электрический щит какая-то силовая установка и непонятно короче управление какое-то общем что это тоже непонятно куча короче электродеталей тоже непонятно так двигаемся дальше и следующий сцене мы видим у нас то ли это периметру твой летом непонятно то есть у нас стоят вот военные машина газик стоит это у нас крестью газон какой-то резил непонятно то есть башня у нас тут вышка староживая скипы перестреливается теперь давайте на это чека посмотрим он по ходу у нас смотрите снимает как снимает у нас оружие с плеча и берет короче прицеливается главного героя здесь какое-то здание короче скипы весь крови него идет кровотечение быстрее лица гизы хотя бы автомат правильные сделали правосторонний так опять перезарядка то у нас скорее всего ксюха до короткая так вот интересное место тоже короче куча электрических вышек не опор стоит короче гусеничный кран куча электроаномалий так главный герой у нас поднимается по трубе вот эта кабина это знаю сто процентов это зелок бортовой поднимается на бортовой зелок и мы видим тут артефакт клауд облака по моему да и здесь видим у чувака лежит детектор оклик кот крик армейский ящик чувак у нас противогазе а в руках у нас детектор гилка потушенная лампа которая работает на керосине так давайте дальше с киев забирает лампу ой артефакт этот и смотрите что мы тут видим чем какая-то аномальная область которые общем куча электрических аномалий не может это одна здоровая аномалия но интересно выглядит очень интересно так дальше но это у нас капсулы осознания скорее всего что стив все-таки побывает на чай с капсулы разбиты так как их стрелок замочил управление 380 вольт ну двигаем дальше так и у нас тут архи аномалия с маками и в тексте мы слышим про какого-то бога которого нельзя убить как и небо тоже нельзя убрать в общем любопытно конечно разбитый дом крыши нет прикольно сделано очень прикольно так скорее всего что главный герой наверно возвращается назад ну и вот эта сцена очень интересная сзади видим какой-то плакат вот не помню что за у нас то ли поселок написано 5 советские которые мы видели наверно припяти и здесь у нас и чувак и судя по всему короче чувак это слепой на них вот на всех этих чуваках вроде как прикидывая с монолита у этого все очень черные зрачки непонятно то есть а вот это у нас но я так понимаю скорее всего возможно это скиф главный герой а это тоже но это не монолитовцы скорее всего что вот идет справа стоят и он нам говорит что типа ты не понимаешь короче то есть ты я слепой а ты ни хрена не видишь о чем он говорит непонятно то есть современный ящик у нас из-под бутылок раньше были другие тарелка с какой-то халкой непонятно железная кружка армейская закопченная взять монолита цветут чифирят и вот у него на шее висит непонятный осколок от чего может быть это осколок самого монолита там непонятный короче брелок этот что это для него талисман зачем он его носит но посмотрите на вас зовут на одного на второго на третьего мне какие-то ну непонятно короче это хоть глаза светятся в этих ленте нет но это скорее всего это монолитовцы что вообще в этой сцене происходит короче ну непонятно так а слепой у нас ты так ну и все на этом у нас конец видоса в общем посмотрели мы короче то что было в самом видеосюжете триллере ну а теперь я выскажу свое мнение это мое сугубо личное мнение графика освещение погода сделаны очень классно непонятно детализации объекта в обычных домах и в многоэтажках она вроде бы нормально то есть пойдет вот бункеры лаборатории места похожи на бункеры то есть какие-то технические там где стоят щитовые все остальное но наполнение мелкими деталью очень много мелких деталей то есть что хочу сказать просто ну вы если когда-нибудь смотрели там заброшенные места или кто-то лазил по ним такое впечатление что именно в таких местах где можно было что-то раздобыть брендеры цыгане хреново тут поработали или не смогли открыть эти бункеры лаборатории в общем как-то так то есть очень большая наполняемость именно вот в мелочах в принципе визуал пойдет можно поставить респект а меня вот больше интересует сам сюжет и как вы знаете я люблю именно сюжетные могут то есть вот эти примеси подай я терпеть не могу сюжет явно здесь непростой не то необычная коридорка я так в сюжете уверен уверен что в сюжете будет но много всяких разных непредвиденных для игрока поворотов происходящих вокруг него и события которые вокруг него будут происходить нужно учитывать тут еще одну деталь что зона она доживет своей жизнью и может происходить у одного игрока одно другого другое смотрят куда игрок пойдет как он в общем ну вы представьте там 64 квадратных километра бродить перенебить то есть там невозможно это все пройти там за день за два и следовать каждый кустик зайти в каждую дырку залезть каждую нычку и все это увидеть единственное что вот мне кажется так но это мое мнение что сюжет сердце чернобыля я думаю будет получше и по протяжении на много чем чистом небе и взор припяти а вот насчет теней чернобыля я не уверен возможно я ошибаюсь и игра будет действительно шедевром но опять таки это надо посмотреть после релиза хотя кто его знает в общем вы услышали мое мнение я не могу сказать ничего такого сильно плохого и сильно хорошего то есть у меня неоднозначное мнение я просто не совсем еще понимаю что будет за сюжет как она это все будет чем вот такая вот ситуация ну в любом случае игру я не вернул так что на релизе кому интересно всех жду на стриме это я знаю точно что я там буду жить в любом случае потому что знаю одно что народ тех кто не купил эту грусть равно придут и будут смотреть ну что на этом будем заканчивать будем ждать еще какой-то информации может будет какое-то пояснение по сюжету тогда можно будет повредить может будет еще какой-то не знаю трейлер может они еще что-то показывают ну в общем будем ждать следующей информации ну на этом наверно все с вами был crazy stalker это было мое личное мнение о трейлере которые мы у который вышел от gc иди ко мне на этом все подписывайтесь короче на мои социальные сети ссылка будет в описании закрепленном сообщении на этом все всем пока всех с наступающим